всем привет вчера я сделал очень интересное открытие которые сегодня я вам продемонстрирую мне стало интересно где проходит та широта на нашей планете которая соответствовала бы золотому сечению это первое и второе то что я нашел уже побочно действительно повергло меня в шок почему потому что не знаю никаких параметров вообще знаю только что у шара может быть 180 градусов по широте и 360 по долготе это первое и второе знает число фибоначчи можно найти внимание диаметр и длину окружности планеты это меня повергло в шок и еще один факт есть которая тоже расскажу и покажу итак первое значит что мне стало интересно проиллюстрирую вот у нас есть дуга соединяющая южный полюс с северным полюсом жирная желтая линия вертикальная вот это эта линия идет от экватора вверх на 90 градусов и от экватора вниз на 90 90 плюс 90 180 то есть представим что этот отрезок наш 180 градусов чтобы узнать где про где проходит золотое сечение на какой широте достаточно просто это посчитать для этого 180 градусов надо умножить на 0,618 0,618 это и есть число фибоначчи наш ответ 111 градусов 0,24 соответственно у нас нет широты в 111 градусов потому что надо отнять 90 и получаем результат 21 градус 0,24 северной широты ставим на карте где это ищем 21 градус вот примерно тут вот 20 градусов неважно вот эта точка значит если мы смотрим на нашу планету мы замечаем интересный крест это первое что мы видим этот крест он имеет свою центральную точку практически вот прям совсем рядом с линией которая называется тропик рака что такое тропик рака северный тропик почему северный потому что он лежит выше экватора это самая северная широта на которой солнце в полдень может подняться в зенит как это объяснить супер простыми словами если вы стоите на широте вот этой вот которая показана то посмотрев вверх прям под 90 градусов от вас вы увидите солнце которое будет прямо над вами то есть ваша тень в полдень не будет видна вообще она будет под вами а если вы уже будете стоять допустим тут то у вас солнце не будет в зените прямо над вами она будет чуть ниже это объяснение простыми словами и теперь самое интересное дело в том что цифра 111 24 никому ничего не говорит в огромном большинстве случаев но я узнал что это за цифры дело в том что 111 24 это длина 1 географического градуса в километрах что это значит опять же если мы знаем что окружность имеет 360 градусов вот если мы смотрим под долготея то умножив 111 24 на 360 мы получаем длину окружности земли и давайте сверим это значение со значениями из интернета видим что длина окружности составляет 40 тысяч семьдесят пять километров мой результат сорок тысяч сорок шесть километров вы понимаете что там разница даже не один процент вот это вот меня очень удивило другой интересный факт если мы длину окружности делим на число пи округлено 3 целых 14 16 мы получаем 12 тысяч семьсот сорок семь что такое 12 тысяч семьсот сорок семь это диаметр нашей планеты разница в четыре километра это даже не один процент и вот поэтому я вчера был шокирован то есть можно прийти к выводу что во первых зная то что наша планета эта сфера что у сферы по широте есть 180 градусов а по толготе 360 то поделив 180 на число фи мы находим чему равен один градус географический соответственно знает длину одного градуса можно вычислить расстояние от одного полюса до другого это раз и второе можно посчитать длину окружности по экватору и в третьих мы еще бонусом получаем широту на которой проходит солнце в зените тропик рака и если мы переворачиваем нашу землю и делаем те же вычисления мы получим тропик козерога это тоже самое только относится уже к южному полушарию также можно сделать вывод что число фибоначчи она является ключевым числом для познания материального мира особенно что касается живой природы у меня на этом все данную информацию наверное стоит еще переварить и попробовать другие вычисления которые возможно дадут нам еще больше подсказок всем спасибо за внимание всего доброго пока